Дело в том, что с 1968 года я возглавлял в России, в Российском Союзе композиторов музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. И у нас ежегодно проходил фестиваль композиторов России детям. Первый был у нас в Свердловске, потом у нас был в Ростове, потом у нас был по разным городам России, не объятный нашей. Были в Красноярске, в Красноярске был замечательный фестиваль. И в том числе мы попали в Саратов, один из фестивалей у нас был в Саратове. Ну, с дирижером Кощневым, который возглавлял оперный театр Саратова, мы были уже знакомы. Но поскольку там заключительный концерт нашего фестиваля был на территории театра, на сцене театра, то мы там как-то... И он предложил мне, говорит, вы не хотели бы написать для нашего театра оперу? Я говорю, с удовольствием. Вот. И первая опера была там по щучьему велению. Вот. Это вторая опера. Был у нас... Там, в этом театре работал замечательный режиссер. Альбанов такой, Андрей Альбанов. Вот он был потрясающий еще либретист. Он сам был такой с юмором. Вообще такой он очень хорошо знал детей. И каждую сцену он проживал сам как бы. Вот. И получилось так, что, в общем, он много тут... Мы тут и вели марш футболистов. Там это, в общем... Много цитат. Много цитат, которые он... Ну, навстречу, так сказать, как бы сказать, пожеланиям и чувствам детей. Потому что все дети очень задорные ребята. И вообще, я вспоминаю свое детство. У меня вообще было детство такое прекрасное просто. Несмотря на то, что была война, я в 44-м году поступил в Московское хоровое училище. Вот. Там мы учились, в общем, в интернате жили. Там было строгое расписание. Причем многие из этих, так сказать, режимных, так сказать, установок... Я по сей день пользуюсь именем. Например, завтрак в 9 часов, обед в 2 часа, полник в 5 часов и в 8 часов ужин. У нас после обеда обязательно гуляние. Никаких занятий. Все 2 часа до полника гуляем. Там во дворе у нас двор был... Кстати, мы рядом с зоопарком был. И когда-то была территория... Вот то, что сейчас новый зоопарк, вот этот с прудом. Это было наше помещение в 44-м году. Мы ходили там на этом пруду. Мы сделали хоккейное поле, там играли в хоккей. В общем, короче говоря... Но мы ходили, и туда первым поместили мишек. И вот там был один мишка, с которым мы очень подружились. И когда мы приходили, он делал рукой так. Да, да, да. И мы бросали ему там хлеб. Ну, кто чем богат в то время были. А когда мы ходили, он так махал нам. То есть получилось так, что мы с мишкой, в общем, были... Ну, маленький совершенно был тоже. Ну, территорию мы все там знали, изучили. Все эти... Ну, горы трудно назвать там. Но горные козлы потом появились там. Нас предупреждали, что не ходите, потому что это опасно. Кстати, козлы могут там спрыгнуть. Там какая-то там была. Так что мы, в общем-то, потом территорию поставили забор там. Потом, ну, постепенно... Ну, мы в зоопарке были свои друзья. А после этого я поступил в консерваторию. Вот. И в консерваторию уже поступил в класс Шибалина. Там очень строго было все. Но опять режим был тот же. Ну, режим нарушен был тем, что... Ну, в общем, немножко жизнь поменялась. Поскольку там было расписание. Здесь я как-то сам себе предоставлен. И... Ну, всякие проблемы. Вообще такого, что завтрак был, обед, вовремя уже этого не было. Это надо было самому что-то делать, куда-то ходить, куда-то ставить, в очередях где-то. Я занимался на двух факультетах. И на фортепианом, и на композиторском. Фортепиано я со второго курса вынужден был оставить, потому что, в общем, напряжение. Шибалин говорил, что сочинением нужно заниматься так же, как на рояле. Не меньше четырех часов в день. Вот. Ну, я роялем, конечно, занимался. И получилось... На первом курсе там я завал экзамены. И у меня был экзамен по фортепиано. На следующий день экзамен по... По композиции. Я... Ну, это трудный, конечно, момент был в моей жизни. Вот. Ну, на экзамене по роялю сыграл, получил пятерку. Ну, свои сочинения, естественно, не учил. А Шибалин поставил мне четверку и сказал, что если свои сочинения, нужно играть не хуже, чем чужие. Потому что сыграешь кое-как, и впечатление будет кое-каковое. Учился в концертории. Я преподавал в училище. Там с четвертого курса я начал преподавать. Ну, я там преподавал гармонию, полифонию такие. В общем, гармонию сольфежью даже преподавал. У нас по сольфежью был потрясающий педагог Николай Иванович Зимьянов, который и в консерватории долгое время работал. Это был просто, как бы сказать, мастер своего дела. Он выпускник синодального училища. И, в общем, знаток был, и потом он знал в жизни эту мальчишечку. У нас были такие две педагогини в Гнистском институте – Лукьянова и Батагова. У нее сын, кстати, пианец замечательный. Вот, Батагова. Они иногда просто запирали меня в класс, пока я напишу, не открою, как Мозер в свое время. И мы с ними много издавали детских пьес, и целый ряд пьес, ну, в сборниках таких были. По разным, так сказать, поводам. Там и балифонические пьесы, и какие-то такие. Ну, в общем, детские образы. Они все потом возникли, как бы так сказать, ну, антитезы тому воспитанию, когда надо, вот, напомни, на второй линейке нота соль. А я вспоминаю свою учительницу по… Я начинал учиться в Подольске во время войны. У нас музыкальную школу закрыли, и были в Доме пионеров музыкальные классы. И там с маленькими ребятами вела занятие такая розного Верни Калавна. Вот она объясняла так, что вот есть до и ми. Это домик. До-ми-ик. А в этом домике живет нотка ре. И вот этот цикл начинается с ноты ре, которую легко найти между двумя черными клавишами. Вот сюда, там, ми-ми-ре-ре-ре-ре. Ученик играет одну ноту, и затем он там постоянно играет ее. А потом уже, так сказать, выдерживает паузы. Тоже нужно уметь это делать. Пауза – великая вещь в музыке. Детской музыки я много в то время писал. Вот. И они издавались. Потом был… Михаил Георгиевич Соколов, у которого я занимался по роялю в хоровом училище еще. Потом в консерватории занимался, когда я от Зака временно, так сказать, перешел к нему. Вот. И получилось так, что, в общем, он постоянно издавал тоже ноты и для консерваторского образования, и для училищных. Вот. И он, значит, решил, предложил мне, значит, сделать этот самый детский альбом. Вот. Который был издан, и, в общем, он там вступительное слово написал. Спасибо ему огромное. Он, значит, такой очень поддерживал меня. Ну, когда вышел в сборник уже, там, ну, я как-то немножко… Шабалин, он настраивал на какие-то, в общем, он говорит, профессионал обязан уметь сделать все. От песни до симфонии. Вот. И поэтому я, в общем, так и старался немножко, если я куда-то погружался слишком глубоко, я решил, что надо выбираться из этого и делать уже, так сказать… У меня своя программа есть какая-то. Должен быть определенный план, написать то-то, 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 то-то. Вот. Часто от этого плана какие-то такие повседневные дела отвлекают. Но, тем не менее, в общем, основная линия какая-то есть. И в том числе и симфоническая, потому что одно другое оплодотворяет как-то, в общем, помогает ориентироваться. Даже вот в каких-то, может быть, детских пьесах. Но, взять, предположим, вот эту детскую музыку Прокофьева. Она вся… Ну, это сверхгениальная музыка. Просто там все… Творческие и какие-то, я не знаю, его новации, они все в детской музыке как в «Капле воды» отражены. У Копольевского тоже самое. У него все вот эти самые… Казалось. Это, кстати, я ее играл в 45-м году. Была передача на радио для Америки. Это была «Победа» и, в общем, какие-то в 45-м году… Я был там в втором классе и играл эту пьесу. И там я долго учил эту… Больше, чем пьесу, как на радио сказать там… Я сыграю пьесу «Кловны. Музыка» Дмитрия Кабалетского. Я учил, учил сколько-то… Еще раз, еще раз, еще раз. И там у меня был ломаный такой русский язык. «Слява, скажи, пожалуйста, нашим радиослушателям, что ты сейчас сыграешь?» Я говорю, я сыграю пьесу «Кловны. Музыка» Дмитрия Кабалетского. В общем, это… Ну, Кабалетского я много тоже играл. И Прокофьева. Прокофьева тоже, конечно, играла много. И честь и хвала моей педагогине Нина Михайловна Шлыкова такая была. Она ученица Сафонова, кстати, была. Во-первых, любовь к жизни. Любовь – это самая высокая, это многие подчеркнут, я присоединяюсь с тем, кто… Это самая главная в жизни вообще. Любовь во всех, так сказать, ее ипостасях. Любовь, конечно, к семье, к родным, близким, к родине. Все это одно с другим очень связано. И поэтому любовь к народной песне. Вот я много ездил в фольклорные экспедиции. Значит, второй, третий, четвертый курс я ездил с консерваторией. Потом я, когда писал опера на Снегине, я поехал в Константиново слушать ауру, эту музыкальную ауру Есеницкой. В общем, короче говоря, потому что… Длинка прав, когда говорил, что музыку создает народ все-таки. А мы, композиторы, ее аранжируем. То есть преподносим с какими-то своими добавлениями, с какими-то своими, ну, как бы сказать, посылами. Мы доносим то, что не успели записать, не успели, так сказать, договорить. Вот мы, значит, доделаем это. Для Шабальна был любимый композитор Бородин, насколько мне кажется. Вот. Не случайно он и квартеты Бородина сделал. Вот. И поэтому Кучкисов самые первые… Когда педагог обычно дают анализировать какие-то сочинения. И одним из первых был сборник балакиревских народных песен. 30 народных песен балакиря. Вот. Я немножко удивился, что так вот Кучкисов. Ну, он показал, как в народной песне, как там переход от одной фразы к другой, как, в общем, ну, короче говоря, преемственность развития музыкального материала. Это все… это нужно знать. Вот. И он начал вот именно с истоков, с того, из чего вообще вышли и Кучкисов все практически. Все из любви к музыке народной, прежде всего к русской народной песне. В Рахмайнову тоже он говорил, что вот там… та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Во второй… Вторая симфония. Это знаменный распев, который он ввел как основной, ну, как у Чайковского. Такую тему, которая, в общем-то, дает возможность познать историю развития музыки и развития всевозможных этносов именно с точки зрения музыкальной, вот таким образом, чтобы там истоки все как знамена распев. Ну, это даже какие-то фрагменты таких, ну, я не знаю, тара-ара, может, это колыбельные какие-то, в общем, короче, в интонациях много есть. Да-да, это у Чайковского такого, у Мустовского, у Бродинари, у кого все, у кого хотите. У Лиадова, кстати, очень много, вот это его. ля-ду-си-ду-я-ля-си-ля-ду-я-ду Вот такие вот. Из попевок, тут что важно, что важно, я и сейчас студентов своих учу, главное в музыке – это интонация. Есть интонация, есть музыка. Часто бывает так, что интонацию эту излагают так, что, в общем, она расцветает благодаря тем умениям теоретическим, которые, в общем, есть уже в чисто композитском образовании. Гармония, полифония – это всё. Это всё необходимо знать. Конечно, без этого, без умения, знания вот этих профессиональных каких-то элементарных вещей, без этого, конечно, невозможно делать всё. Но это уже образование. А природа, природа, вот сама интонация, она вот в народной музыке это очень ощущается. И мало того, в народе возьмите любую песню исполненную, там, каким-то… И Зыкина. В Зыкина какие-то вот есть вибрации, какие-то… И я тоже, когда ездил в народной песни, то я многие песни просто, ну, не то что не узнавал, там были какие-то вот вибрации какие-то, и мелизмы, которые потом дальше в классической музыке уже там определенным образом фиксировались. Есть какие-то вещи, которые просто невозможно передать. Такие мелизмы. Но это, опять, зависит от голоса, от умения. А это для того, чтобы… Вообще я люблю, когда… Вот есть такой японский театр, где все одни мужчины, они и женские роли исполняют. И такое… То есть показать мастерство именно артистов, чтобы они умели и так, и так, и, в общем, и входить в образ даже женский или, наоборот, мужские… То есть женщины, наоборот, в образ мужчин, как раз мирный пример. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вообще, в свое время в церковных хорах пели только мальчики. Женщинам нельзя было там вообще приходить. В церковь. Ну, к фраму время можно было, но, в общем-то, в синодальном училище, когда… Там принимали только мальчиков. Так же, как и Свечников сделал хоровое училище, там только мальчиков принимали. Это хорошо, потому что своя такая… Мы называли… Он называл Бурсой, мы называли Шара. В общем, это… Павеловского тогда он очень много цитировал, тоже нам рассказывал. Жизнь, она, в общем-то, прекрасна. Только ее нужно знать. Почаще общаться с людьми или вообще почаще как-то вникать. И единственное, что я запомнил из детства, это, что пока детство существует человек, человек жив. В детстве, опять-таки, много… Я… Ну, война была у нас. Я жил у бабушки практически. Вот. И поэтому все вот эти самые домашние такие вот у бабушки… Бабушка, кстати, была замужем за… Он был… окончил… Здесь самое… Училище… Училище… Как? Строгановское училище здесь, в Москве. Вот. И он работал художником по этим самым швейным машинкам. У Зингера, в Подольске, там вылазил. В общем, короче говоря, он ему видел там участок земли, дал суд на строительство дома. И вот он посыл его дома, и вот мы там жили во время войны. То есть у нас был свой огород, свои там бабушка, конечно, там заводила коз. Там собаки у нас были. Вот. В общем, короче говоря, и вот это и… Причем мы с братом, когда там налеты были, самолеты немецкие летали. Причем брат видел немцы даже. Они поехали, пошли с братом, со своим другом кататься на лыжах, там горка такая, и летел немецкий самолет. И они видели этого самого приз, который… Они летели бомбисы, там у нас, этот Зингерский, кстати, завод. Он потом, ну, во время войны был переформирован, так сказать, на изготовление снарядов и прочее. И вот мы с братом в подвал, нас в подвал пихали, а сами сидели там в доме. Ничего, детка вообще не признавала это самое. А чего подвал? Вот. И однажды мы сидим, и думаем, бух-бух-бух, а мы в подвале сидим, слышим, что-то такое происходит. Он говорит, пойдем, вылезем, вылезем. А там наши поймали самолет, прожектора, как раньше, прожектора, повалили, и с зенитки стреляют. В общем, мимо, мимо, мимо. Потом и попали. И он вниз пошел. Мы его, браво, браво. Тут, 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 опять подвал, а запекнуло. В общем, такие были моменты. Поэтому с детством связано многое. Я говорю, и всякие там, и купались мы, и рыбу ловили, там, пахра, когда была, значит, ее можно было в брод перейти, потом поставили плотину там, сделали лодочную станцию, там до Дубровиц уже можно было на лодке проехать. В общем, много было интересного, и все было в наших глазах. Это у Симонова есть, как там. Но в час, когда посмотрели гранаты уже в твоей руке, ты вспоминаешь детство, что когда-то было вдалеке. Ты вспоминаешь не страну большую, которую ты изъездил и взял, ты вспоминаешь Ройну такую, какую ты в детстве видал. Дорогие ребята, вам я желаю в Новом году всего, чего вы сами себе желаете, во-первых, раз. Обращайтесь к Деду Морозу. Он добрый человек, он принесет к вам те подарки, которые вы ему закажете. Желаю вам прежде всего, конечно, здоровья, успехов в учебе, успехов вашим родителям. Дай Бог, чтобы у вас все было так, как вы хотите, и чтобы жизнь ваша была не просто таким прекрасным, но трудиться, конечно, надо, труд обязателен, потому что труд – это тоже здоровье, тоже счастье, тоже успехи. Вот, и поэтому желаю вам всего благополучия. Опять-таки, но благополучие нужно тоже самому зарабатывать, добиваться того, чтобы это было благополучие и существовало, чтобы оно вам приносило наслаждение, удовольствие. Вот, и желаю, чтобы вы просто вырастали большими, замечательными людьми нашей замечательной Родины, России. Всех вам благ, здоровья, счастья, успехов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова